Блиц ответы на ваши комментарии Вот Александр На мой видос Поживем и увидим 410 килл На Гурец садишься Александр, надо знать От кого это все идет И естественно Обращаться Вы не знаете толком Кто это там говорил Про Гурец и так далее Поэтому вы В данный момент Просто-напросто От своего Своеволи Или там какой-то бесшабашности Просто-напросто Сделали наговор На человека, который это не делал Вы так вообще так Немножечко это самое Фильтруйте, что вы говорите Чтобы точно понимать Кому это должно относиться Валия Петрович, хотелось бы с вами встретиться И побеседовать Исходя из пройденного опыта Согласно вашим работам Решить то, что не решалось Если, конечно, возможно Через ваш и ваши методы Решить Но вот мы на канале Все это решаем Пожалуйста Задавайте Что могу, то я смогу Дальше был Комментарий От Ваня Нахожусь в Москве Дома А я нахожусь В Ростовской области У вас был Есть клуб Надежда С.Л. Сазановой Значит Это было В Ростове На Дону Был такой клуб Да Я Его иногда посещал В нем в основном Выступала Надежда Алексеевна Семенова И, естественно, Сазанова Сазанова сейчас уже нету Вот То есть Имеется ввиду Куда приехать Остановиться Не знаю Есть ряд товарищей Которые нуждаются В вашей помощи Но они находятся Не здесь Я вот здесь нахожусь Они там находятся Канал Вот он находится Зачем канал? Если какой-то Он говорит Вот Вот вы Если видели Как я разбирал Эдуарда Можно, конечно И это сделать Хотя Вот знаете Хотя Вот эти вот все вещи Мне уже Как-то Надоели Просто-напросто У меня Свой соответствующий Интерес Я занялся этим Мне было интересно Написал Пожалуйста Делайте Ну Он говорит Канал для того Чтобы помочь Разобраться Дальше Я ушел Занимаясь Совершенно Иными вещами Но в любом случае Если что-то такое То, что я знаю Я, конечно, расскажу А так вот Товарищи Нуждаются Они находятся Не здесь Но при встрече Могли бы обсудить Любую процедуру Требует времени Мало Иногда Зависит От способности Организма То есть Вы понимаете Жду решения Сгр И чтобы помочь Свободно Привегаться И не делать Все поспешно Как говорится Спешите медленно Если вы В Москве Бываете Дайте знать Не бываем В Москве У вас Указаны Некоторые детали Обо многом Которые Хотелось Воплотить В реальности Самому Не все Удалось Решить Уже Прошло 20 лет После того Как были Написаны Книги Книги Работают Так что Пишите Сюда Дальше Пошли Вадим Лагрин Спрашивает Что за Рыба-то Сазанчик Да Сазанчик Юлия Никак не могу Найти кнопку Стать спонсором Либо Ютуб Буквально Сейчас я только Разговаривал С Владиславом Исаевым Ему показывал Возьмите Наберите На том же Яндекс Геопатогенные Зоны Как они Выглядят И вы Видите Одно из Фоток Вот так вот Лес Закрученный Что его Закрутил Вот эти Деревья Ну и далее Там Геопатогенные Зоны Вообще Это очень Серьезная Тема Тут написано Бред Полнейший И так далее Подобное Ну Темы Человек Не владеет А вот Что-то Написать Написал Другое дело Какие-то Возражения Там Вот так И так И так А просто Знаете Бросить Бред Полнейший Не будьте Вот такими Людьми Которые Не понимая Просто Что-то Бросили Кинули И все Почитайте Сами Посмотрите Найдите Чтобы у вас Что-то Устаканилось В голове В противном случае Все будет Бредом Полнейшим Так Аксизавт Доброе здоровье Доктор Малахов А почему я Доктор Малахов Я академик Народной медицины Узбекистана Так Поправился Доктором я Никогда Не был Далее Ксиснидин Султанов Султанов Многоуважаемый Геннадий Скажите Пожалуйста О самолечении Двенадцати пальцев Кишки То есть Имеется Ввиду Двенадцатиперстная Кишка О самолечении Вот Опять-таки Такой вопрос Говорит О полном Незнании Непонимании И темы И прочее Двенадцатиперстная Кишка Она может Разболиться От Огромного Количества Прич Я Я Уж Не Стал Так Что-то Там В подобном Роде Говорит А просто Написал Поголодайте От 3 до 7 Суток А потом Смотрите Что и Как Едите То есть Двенадцатиперстная Кишка Восстанавливается Очень Хорошо На Голоде А дальше То есть Там имеется Что Сама Кишка Состоит Из Оболочки Из мышечной Оболочки И прочих Там Других Вещей И все Это Как По каким-то Причинам Ну Будем Говорить Нарушилось Разрушилось Появились Там Боли Там Возможно Язва Двенадцатиперстной Кишки Вот Для того Чтобы Вот это Все Устранить Чтоб Ее Не Раздражать В первую Очер Используйте Голод А дальше Уже Смотрите От Пищи От Эмоции Все Это У вас Разрушается Боли Появляются И начинайте С этим Работать А так Просто Устранить Вот так Раз И все Голод Отлично Влияет На кишечник Далее У нас Поживем Увидим Без комментариев Почему Такие Маленькие Амплитуды Поднятия Это Артур Арти Только Утро Без Движения Дальше Не Понимаешь Что За Тренажеры Такие Вот для того Чтобы Понимать Понимать Лично я Вот смотрите Вот Артур Написал И я Сижу Перед вами Тут Разоряюсь Так Так вот Для того Чтобы Понимать Я Все Что Практически В интернете Про Кравитационную Гимнастику Мною Видено И Прочитано Это Только Теория Плюс Сюжет Два Сunes С половиной Года Занятий То есть Я Эту Кухню Еще Изнутри Прошел И Прохожу Для того Чтобы Разобраться Что Это За тренажеры такие. Так, Геннадий, как вы себе свой тестостерон повышаете в своем возрасте? А как раз вот эти вот занятия способствуют тому, что у вас вырабатывается и тестостерон. Тестостерон вырабатывается от физической нагрузки. Ну, дальше почитаем. Так, интересно, какой у вас уровень тестостерона в крови и сколько вам лет? Сколько вам лет? Посмотрите я об этом многократно говорил. Это говорит о том, что вы ничего не смотрели обо мне. Что касается тестостерона, тестостерон поддерживает вашу внешность. Если она более-менее напоминает мужскую, это уже нормальный уровень тестостерона. Если вдобавок у вас еще есть желание иметь дело с противоположным полом, более-менее регулярно, это вообще очень хорошо насчет тестостерона. И причем всем обязательно надо кровь сдать, обязательно какой-то анализ и так далее. Я вам неоднократно рассказывал о том, как самостоятельно определять состояние своего здоровья. Какие признаки на что указывают. А не просто что-то сдали и так далее, вам ответили, там вот так. Я лично так поступаю. Для меня вот он человек, я смотрю и вижу, насколько он здоров, насколько у него запас жизненных сил и прочее, прочее, прочее. Это самые важные вещи, а не то, что там тестостерон и так далее. Это уже другие так вещи. Так, выглядите мощным. Как-никак такие веса поднимать что-то должно быть. Далее. Конс, конс, вот эти вот, как иностранные, вот эти вот слова, конс, 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 74. Это все на поживом мы видим 410 кило. Это значит трандец, товарищи. Почему трандец? Не вздумайте заниматься такой хренью. То есть человек не владеет этим методом, он не понимает механизм его работы, поэтому для него это кажется хренью. А почему он еще об этом судит? Съем штанги, блин, спортсмены жмут 200 плюс, начинают сотки. Но им уже подает партнер, потому что эта фаза вредна. Вопхнул, вопхнул, вопхнул. вот именно когда вы жмете, это совершенно иная работа. Здесь и ведется совершенно иная работа. Это важно понимать. Мы работаем не над тем, чтобы выжать этот вес. Это очень важно понимать. Не над тем, чтобы выжать. мы работаем над тем, чтобы развить как можно большие усилия. А вес это мерило. Вы смогли больше 200 или нет? Растет ли у вас эта мощь или нет? И поэтому вот такие вот движения, маленькие, которые, которые как раз способствуют тому, что вы риск травматизации можно сказать сведен к минимуму, но тем не менее можно и травмироваться. Всякое бывает. Я не буду говорить. Так, но что там я ответил? Я ответил ему не о том, говоришь, товарищ, для этих занятий нужно другое знание, которым вы не обладаете. А я обладаю по тому делу. Значит, конс-конс-74 ответил, ну да, то мочу пить, то весами убиваться, вместо того, чтобы провоцировать рост мышц, а, что полезно с возрастом и чего эти упры не дают. Ну, ну ладно, я оставлю там. Ну, хотя, знаете, мне скоро уже будет 70 лет. за эти 70 лет каждый человек проходит какие-то этапы в жизни. Естественно, есть этапы в получении тех или иных знаний. Занимался тяжелой атлетикой, мастер спорта больше поднимал, чем мастер спорта, да? далее, значит, в связи с тем, что появились разного рода осложнения в здоровье, в частности, из-за того, что, естественно, набирался вес, елась там как попало, ну и прочие там будут эмоциональные вещи там были. Жизнь и жизнь. То есть, найти себя в жизни это не так-то просто. На этой почве возникли болячки разного рода. Мне пришлось заняться их устранением. Для этого самому найти и исследовать, проверить эффективность различных методов, да? То-то, то-ро-то, то-то, то-то. Качался я? Да, качался. Мышцы были? Да, были. Не такие уж там какие-то там огромные. Но тем не менее, далее что-то такое. Значит, вместо того, чтобы провоцировать рост мышц, а зачем их провоцировать? Вы знаете, если взять спортивный автомобиль, который там выдает, и ну сказать, о, ё-моё, а давай ещё что-нибудь там повесим на него, колёса побольше, ещё что-то побольше, ещё что-то побольше. Он потеряет свою сбалансированность и превратится в ерунду. Так вот, как раз, смотрите, человек прекрасно сбалансированный, это где-то лет вообще-то до полового созревания. То есть, ребёнок в 12-14 лет, он практически такой же ловкий, ну, не так уж сильный, но, тем не менее, ловкий, подвижный, гибкий, который делает многие вещи, лучше, нежели взрослый человек, который вроде как взрослеет, а вот эти показатели у него ухудшаются. Так вот, вместо того, чтобы провоцировать вот этот рост, знаете, у меня мышцы стали мягенькие, вот как действительно, как у ребёнка. для того, чтобы, чтобы там, вот, как считается, для того, чтобы мышца росла, надо её разрушить, далее идёт, значит, восстановление её, потом супер там восстановление, естественно, вы должны там есть достаточно много мелкого пищи, и, соответственно, опять там тренировка, разрушение, восстановление, еда и так далее. Знаете, у меня это такое было, было и не один год. Бросил заниматься, бросил есть, и всё это и ушло. А если ещё использовал какие-нибудь, грубо говоря, эти самые, как это называется, как интересно называют, сухари, что ли, химические, ну, примерно, вы понимаете, вот такие разные там добавки, то это ещё уходит быстрее. Как пришло, так и ушло. То есть, это всё было, это уже пройдено, и так далее, и тому подобное. Вот. Значит, провоцировать рост я не хочу. Что полезно с возрастом, и чего эти упры не дают. Они не дают, да, этой самой, того, чтобы мышечная масса росла. хотя, вы на меня смотрите, вот я занимаюсь уже, думаю, два с половиной года, мышечная масса особо не потерялась, особо не потерялась. Но качества мышц стали совершенно иными. Для того, чтобы пропускать вот эту вот энергию, которую вы должны выдавить, то это своеобразное, будем говорить, вы знаете, есть такое понятие, как поезд на магнитной подушке. То есть, магнитная подушка включается и поднимает многотонный поезд над рельсами, и он уже скользит. Так вот, здесь как раз вы должны вот создать вот эту подушку энергетическую. И для этого вы должны быть мышц у вас не забитые, не перелитые кровью и прочее, прочее, прочее. Они должны служить таким сверхпроводником для того, чтобы вы могли выдавать энергию. И вот этот механизм тренируется. Они уже идут как, будем говорить, просто-напросто как проводник. Вообще-то, поинтересуйтесь, гравитационной гимнастикой очень много информации, но я вижу, большинство из вас не читало, не знакомо и не хочет вот так вот будет там что-то там спорить, бросить мышцы и так далее, и тому подобное. Еще раз хочу сказать, у меня все это было. Все я было, вот как, грубо говоря, вот человек, который идет по жизни, он, значит, занимался одним, он занимался другим, он занимался третьим, занимался пятым, десятым, в чем-то достиг там успех, в чем-то он занимался, но, оказывается, есть знания, которых мы не знаем, и которые оказывают более эффективное, так сказать, воздействие на организм, и не просто на организм, а из-за того, что возрастает энергетическая мощь у человека, вот можете на меня сейчас посмотреть, энергетическая мощь возрастает, и за счет этого вы начинаете раскрываться, а не просто сжать больше или еще что-то, хотя, я думаю, это скажется лучше, если вы будете заниматься и жимом лежа, то есть у вас будет там прогресс, ну, вот, самодумал, создатель этой гравитационной гимнастики, он как раз и рассказывал, что как раз восстанавливал спортсменов с помощью своего метода, спортсмены, которые достигли выдающихся результатов, по тем или иным причинам, поломались, истощились и так далее, и так далее, позанимались, опять поднялись в рейтинги и погнали, как ни в чем не бывало. Поинтересуйтесь, не будьте, знаете, вот, только уперлись, мы в одно знаем. Хотя, хочу вам следующее сказать. В 50-е годы, ой, в 50-е годы, в 60-е годы, 50-е, 60-е годы, человек, который занимался, вот атлетизмом, тогда так было, считался в глазах подавляющего большинства населения, ну, каким-то, я там, самым, человеком с другой планеты, инопланетянием. Зачем он тренируется, чтобы мышцы больше были? На хрена это надо? И сейчас, вот как раз, гравитационной гимнастикой, когда занимаются единицы, и когда вы начнете понимать, то вот такой, примерно, результат произойдет, как тогда говорили, об атлетизме, так, вот сейчас, говорят, об изодонимической гимнастике. Зачем заниматься? До чего заниматься? Так, я думаю, что, я вам рассказал, УПРы, что дают. Далее, вот смотрите, быстро восстановление организма покажет, что организм, это опять-таки, поживем, увидим, без комментариев, насыщается микроэлементами, позволяющими достигнуть пика функциональности организма, а это прорыв в физических возможностях, так, что спокойно и уверенно, а я пишу, а нет, это действие, энергетики, энергетики. Вот мы говорим много об энергиях и прочее, прочее, но, и я сам там, в свое время, когда задумывался над эту тему, можно проводить много различных рассуждений и так далее, и тому подобное, но нету ощущения этой энергетики, нету методик этой энергетики, и нету много чего, чтобы показало, а что на самом деле может сделать энергетика, раскрыть ваш потенциал, творческий, и более того, вот это именно делает энергетика. Я перестал следить особо за питанием, то есть я, естественно, не занимаюсь червеугодением, но, тем не менее, вот смотрите, вот вчера, когда была эта тренировка, я с утра просто-напросто, знаете, съел вот этот, как она называется, орешки грецкие, в виноградном соке, как-то она называется, не рахат лумум, как-то она там, вот такую, знаете, сосульку, вот съел, и все, мне этого было достаточно, и до этого я там пройду, выпью, чашку кофе капучино, 100 грамм, и 100 грамм выпью этого самого, Рафик, это мой завтрак, либо же, я пошел, когда абрикосы были, я съел абрикос, там, ну, допустим, штук 15, наверное, все, а бывает вообще, и ничего не поешь, и до обеда, и нормально, и вес держится, то есть я перестал, вот, заниматься, вот этим вот скрупулезно, вот это надо съесть, то надо съесть, и так далее, когда будет хорошая энергетика в организме, она сделает все, из, можно сказать, из самой простой пищи, все то, что надо, и вот эти вот, конечно, когда нет энергетики, настоящей энергетики, как я вообще сейчас, сейчас ее понимаю, то тогда вот, вот, вот все эти идут разговоры о витаминах, о минералах, и прочее, 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 когда есть энергетика, это все просто отпадает, оно не надо, вот такие вот я дополнения сделал, ну, кратенько, о ваших комментариях, на самые различные темы, Аркадий Дудур, Игорь Петрович, подскажите, сколько надо кипятить урину в баночке, при кипячении урины в баночке стеклянной, баночка лопнет, чтобы делать уколы, раньше делал и забыл, а вы прочитайте, вот она, библиотека ж моя есть, про уринотерапию, почитайте, напомните себе, мне интересно идти вперед, а не заниматься тем, что он постоянно, что-то кому-то напоминать, что-то он забыл, и так далее, хотя все эти знания лежат. Продолжение следует...